Добрый день, меня зовут Маргарита и сегодня будет видео, которое будет очень интересно и важно автолюбителям, а именно про штрафы за нарушение правил дорожного движения. Виды штрафов, размеры штрафов, где их можно оплатить, что нужно сделать, чтобы оплатить 50% и за какие нарушения могут быть не только штраф, а еще могут посадить в тюрьму. Поехали! В Испании, кроме водительских прав, также есть система пунктов. Что это такое? Изначально при получении водительских прав у вас есть 8 пунктов. Через 3 года, если не было никаких нарушений, то пункты увеличиваются до 12. И далее, если снова не было нарушений в течение 3 лет, то дают еще 2 пункта. И через 3 года, если снова не было нарушений, дают еще 1 пункт. Так, максимальное количество пунктов составляет 15. Для чего нужны эти пункты? При каком-либо нарушении оплачивается не только штраф, а также могут забрать какое-то определенное количество пунктов. Что делать, если не осталось пунктов? В этом случае вы не можете управлять транспортным средством в течение полугода. И нужно будет пройти специальный курс, который стоит на данный момент 320 евро, и сдать теоретический экзамен. И после этой процедуры у вас снова появится 8 пунктов. Как можно выяснить, сколько у вас пунктов? Для этого нужно зайти на страницу dht.s. Я вам оставлю ссылочку, где вы сможете сами посмотреть эту информацию. Что касается штрафов. Бывают 3 вида штрафов. Легкие 100 евро, тяжелые 200 евро и очень тяжелые 500 евро. Я не буду сейчас перечислять все нарушения. Их много. Это будет нудно и неинтересно. Но самое основное и важное, что нужно знать и на что обратить внимание, сейчас вам расскажу. Итак, начнем с самых тяжелых. Какие это нарушения? Это управлять транспортным средством в стадии алкогольного объединения. Если обнаружен от 0,25 до 50 мг алкоголя на литр вдыхаемого воздуха, то снимает 4 пункта и штраф 500 евро. Если доза алкоголя превышает 0,50 мл на литр вдыхаемого воздуха, то снимает уже 6 пунктов и 1000 евро штрафа. А также могут задержать от 3 до 6 месяцев. Это общие нормы для обычного водителя. Для новичков, то есть у кого водительский стаж меньше, чем 2 года, и для профессиональных работников, таких как таксисты или водители автобусов и так далее, то эти нормы намного меньше. Управление транспортным средством под эффектом наркотических средств и психотропных препаратов влечет за собой штраф в виде 1000 евро. И 6 пунктов минус. За отказ пройти пробу на алкоголь и наркотики снимают 6 пунктов, 500 евро штрафа, а также тюремное заключение от 6 месяцев до 1 года. И также могут забрать права от 1 года до 4 лет. Если в машине обнаружат средство, которое заглушает радар или мешает его правильной работе, то в этом случае снимает 6 пунктов и 6000 евро штрафа. А также на ИСТО, где был установлен этот прибор, накладывают штраф от 3000 до 20000 евро. Так что имейте в виду, это очень серьезное нарушение. Такие виды нарушений, как обгон не установлен на месте, подвергать в опасность велосипедистов при обгоне, бросать в окно предметы, которые представляют опасность, не соблюдать знаки дорожного движения, не соблюдение дистанции между транспортными средствами, включать задний ход на трассах, влекут за собой штраф в виде 200 евро и 4 пункта минус. За вождение без ремня безопасности и использование телефона или других гаджетов снимают 3 пункта и 200 евро штрафа. Кстати, пристегнуты должны быть все, и в случае, если один из пассажиров не пристегнут, неважно впереди или сзади, то он сам за себя платит штраф, а с водителя все равно снимают 3 пункта. Дети должны быть пристегнуты в своих автокреслах, и в случае, если ребенок пристегнут обычным временем, а должен быть в автокресле, то это то же самое нарушение, и платится тот же самый штраф, и снимается 3 пункта с водителя. Это мы разобрали очень тяжелое и тяжелое нарушение, а также есть легкие, за которые не снимают пункты, а только есть штраф в виде 100 евро. Какие это нарушения? Это управление транспортным средством без верхней одежды, в шлепанцах, без обуви или на каблуках, кстати, и с высунутым локтем в окно, включать громко музыку в специальных местах, где нужна тишина, такие как госпиталь или рядом с домом для престарелых, а также украшать машину всякими наклеечками, висюльками, которые мешают видимости и нормальному управлению транспортным средством. Все это легкие наказания, за которые не снимают пункт, а только платится штраф в виде 100 евро. Что касается нарушений за превышение скорости, есть специальная таблица, в которой можно определить, на сколько было превышение и какой штраф будет накладываться. Я оставлю вам ссылку, где вы можете посмотреть эту информацию, но обычно за превышение до 20-30 км в час, это в зависимости, конечно, какое было ограничение первоначальное, накладывается штраф в виде 100 евро и пункты не снимаются. Если превышение уже было в 2 раза, то снимают уже 6 пунктов и 500-600 евро штрафа. И за превышение в 1,5 раза снимают 2 или 4 пункта и 300-400 евро штрафа. Это все зависит от первоначального ограничения скорости. В общем, я оставлю ссылку, по которой вы можете посмотреть, по каким скоростям есть расклад, по всем скоростям, на сколько было увеличено и какой штраф накладывается, и сколько пунктов снимается. Где и как мы можем оплатить штрафы и как это сделать? Штрафы можно оплатить по интернету, позвонив также 060 на телефон 060, в любом банке или в офисе ДХТ. А также вы можете пойти на почту, но на почту с вас отдельно снимут 5 евро и плюс 1% от суммы штрафа. Если вы оплачиваете штраф в первые 20 дней, то сумма штрафа уменьшается на 50%. То есть, если вы должны были оплатить штраф в виде 100 евро, то вы оплачиваете в первые 20 дней 50 евро. Но по истечению этого срока, то есть, если прошло больше, чем 20 дней, то вы оплачиваете всю сумму 100%. Вы не можете оплатить штраф частями, вы должны оплатить его полностью. На счет 50% этот пункт не касается, если не был уопределен водитель. Тогда в этом случае штраф вы платите 100%. То есть, нельзя будет оплачивать 50% штрафа в первые 20 дней. Следующие виды штрафов – это за неправильную парковку. Штраф может быть от 60 до 200 евро, в зависимости, в какой зоне вы оставили машину. То ли это тротуар, или зона для инвалидов и так далее. А также вашу машину может забрать эвакуатор на штрафплощадку. За это вы также должны будете заплатить плюс-минус 120 евро, в зависимости от города. Как видите, штрафы здесь в испаднике достаточно большие. И я специально в этом видео показываю вам дорогу, чтобы вы увидели, как здесь водят машины, транспортные средства, и вообще, как здесь трафик. Кстати, мы едем в субботу, в август месяц. Машины очень мало, поэтому трафик достаточно слабый. Как видите, полицейские не стоят на дорогах. Очень редко, когда на них стоят. Но очень часто можно встретить патрульные машины, полицейские машины на дорогах. Также есть очень много машин, которые закамуфлированы, не знаю как. То есть, это полицейские, но это как бы обычная машина. То есть, вы не поймете, что это полицейская машина. Так что не нарушайте, берегите себя. И своих близких. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было для вас полезным. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Всем хорошего дня и до скорых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...